Автор ролика не призывает вас к ненависти. Данное видео постановка, а все участники актеры. Так как, нормально в принципе, но поражает вот эти, когда общаюсь, это что-то, это что-то. А вы часто попадаете, потому что с Молдовы тяжело на Россию, нужно программу ставить, так? Нет, нет у меня никакой программы. Ну да, ну, бывает иногда срывается. Молдова иногда попадает, Румыния часто очень попадает. Да, попадает и в Румынию. А в Молдове тоже, и в Румынии ватников видел тоже один был. Ну это вообще... Сам приехал с Приднестровья в Румынию и говорит, что нельзя соединяться. Приднестровье это независимо и там хорошо. У меня сейчас попался один из Красноярска, потомок тех, которых выслали отсюда. Молдаван, да? Да, Молдаван. А, да, я знаю, много высылали. Гагауар 3 тысячи выслали, а они все равно топят за совок. Они вообще, да, вот это там, то есть это самое, сразу меня зачислил в русофобах. А вот интересные гагаузы. Все, вот их, например, Азербайджан, тоже тюркский народ, и они типа братья тюрки. Но Азербайджан пострадал от России тем, что, ну там, оккупация Советского Суиза, это тоже. Но именно вот война в Карабахе, это Россия все подстроила, чтобы воевала Армения с Азербайджаном. Это первое. Второе, там у казахов был Голдомор, там, крымские татары сейчас их прижимают. А гагаузам без разницы, им, короче, нормально. Я вчера смотрел этот ролик один, причем на 28 минут, преднестровцы, значит, там собрались в кругу, там женщина, и там 4, по-моему, мужика с Приднестровья. И написано, значит, ролик, я бы не смотрел, но там написано, если в Молдове национализм, и обсуждают вот этот гаишник, который там не захотел говорить по-русски, и всю передачу это, какие плохие молдаване, что не хотят говорить по-русски. Это как в России 60 минут есть, а тут в Приднестровье примерно что-то такое. Да, 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 да. И ни разу не было сказано, что, слушайте, причем они говорят, ну мы же в Молдове живем же, вот это, как они так это самое могут? И ни разу не мелькнуло хотя бы, а может быть нам чуть-чуть ухчить хотя бы 5-10 слов по-молдавски, понимаете? Ни разу. Вот мы должны знать все, мы все должны знать. Самое интересное в том, что они как бы, ну тот, который инцидент был, то полицейский тоже снимал, и он там нарушал страшное правило, полицейский с ним на русском начал, а он начал уже вот эти капризы показывать, и потом вот так, но он все равно потом штраф заплатил все равно. За что вас остановили? Нет, я хочу плачать. Мы вас сказали, за превышение скорости на селенный пункт. А что вы видите это превышение? Пойдемте. Я могу же не иметь права не уходить с машины, правильно? Вы имеете право, но мы не можем предоставить вам нарушение. Послушайте меня, вы послушаете или нет? Я слушаю вас. Мы не имеем, там сидит радар на 12 вольтах, вы понимаете? Это же не мои проблемы, правильно? Вы нарушили. Я нарушил, покажите мне, предоставьте мне нарушение. Как предоставить, у меня нет принтера, у меня радар, он сидит. Ну а я при чем тут? Я что, виноват в том, что у вас радар не может не уходить? Знаете, у вас не соответствует радар. Как не соответствует? Ну так, раз он не исправен. Как не исправен, он так делал, делан, он сидит на машине. Он сидит на 12 вольтах. Если я снимаю его с прикуривателя, он... Вы должны же мне предоставить, где я нарушу. Пожалуйста, предъявите документы, господин Владимир. Вы должны мне предоставить, я сообщу об этом... Господин Владимир, предоставьте документы. Я не судя, кондустерис. Давайте я лучше сообщу это. Последний раз я вас спрашиваю. Вы будете предоставить документы или нет? А вы не будете говорить, что я нарушил? Да, вы нарушили режим скорости в населенном пункте. Вы же не имеете права открывать... Здесь сидит полиция. И вы не хотите предоставить документы. Хорошо, будем опротестовывать ваши действия. Да, да, вот так. Пожалуйста, ваши права. И показывали, да, два раза показывали. Киртуак, какой плохой, что сказал этому полицейскому месту в парламенте. Но этот, который водитель штраф заплатил. Водитель, потому что прав не был. Который ехал на машине. Который вот это, капризы свои показывал. Да, да, да. Ну да, тут, короче, в видеочате тут и лимоновцы. Знаете, кто такие лимоновцы? Нет. Короче, национал-большевики. Вот так они называются. У них, вот знаете, как флаги у нацистов были, свастика. А у них вместо... Тоже круг белый на красном фоне. Они только вместо свастики серб и молот. А это, которые кричали, типа, Стамбул русский город. Они же не знают, что Константинополь, Стамбул один город. Потом кричали, что Константинополь русский город. Такая логика. А этот красноярец, этот, мне говорит, ты должен быть благодарен, что получил бесплатное образование. Я говорю, а если бы у моих родителей не отняли бы землю и скот и все, может быть, они мне могли бы платно и лучше дать? Нет, такого не могло быть это самое. Потому что, вот, если тебе бы вообще не было на свете, потому что пришли бы фашисты и убили бы твоих родителей и все такое. То есть, а если бы не пришли? А если бы вас не было сначала? Ну, он говорит, что он бывает здесь часто, потому что корни у него тут, как сказать, есть, и родственники есть, все, да? Вот. И он знает, как думают все другие молдаване, это я один такой чокнутый. Да, и я тоже, наверное. Я тоже помню девчонку, но не из Красноярска, но тоже из России. Она прям тоже там, у нее и родители молдаване родились в России. Ну, там нету, где компактно живут молдаване в России или есть села, может? Я слышал, что есть. Ну, я знаю, что в Украине понятно, есть в Украине, есть там в Румынии. Ну, в Румынии как бы понятно тоже. Кстати, один из чата вот мне говорил, что, я говорю, откуда ты знаешь? Он говорит, я знаю несколько слов, откуда ты знаешь? Он говорит, да у нас тут целое село, которое еще многие говорят, вот именно между собой говорят по-молдавски. Они же не понимают, что вот это все, кто думает, вот как бы Советский Союз оккупировал уже Молдову часть, ну, от Румынии. Конечно, он бы ввел пропаганду против Румынии, чтобы как бы народ не хотел обратно. Они такие, румыны плохие, румыния плохо и так далее. Потом мы заговорили это, я говорю, у нас есть что-то общее, я говорю, как бы, вот генерал Лебеди, и у вас был, говорю, там это, ну, Красноярский же. И у нас, говорю, вы видите, у нас что-то объединяет. Он говорит, бетонный мыл земля, блин, он тут, это, короче, его, плохо о нем высказывается. О Лебеди, который воевал в Раднестрове, да? Да, 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 который вот это. Хотя, он говорит, знаешь, вот в Афганистане о нем хорошо отзывается, говорит, он хороший там был. Я говорю, хороший оккупант. В чужую страну приехал, он там хороший был. Он говорит, ты че, чокнутый, какая оккупация, ты че? Я говорю, так а почему тогда уже столько лет нет Афганистана в составе, России тогда, если, что же это было? Он говорит, да, ты, опять, короче, ты иди читай историю, ни хрена не знаешь историю. Ну, вы видели ролик, который я выложил, да? А, тут, конечно, вы, я все показал и жене, и дочке, и дочке, своим друзьям, вообще, пап, ну, я говорю, вот, ты приедешь, говорю, поставь, иди читай. Две тысячи просмотров уже есть, или даже три, я не понял, ну, растет ролик, просмотры растят. Ну, нормально, нормально. Ну, я сейчас тоже снимаю, выложу тоже ролик, потому что тоже интересно. За партию я буду говорить, буду голосовать, это самое, значит, вот за эту партию. А там еще есть Акум, но я буду за Акум. А кто это? Майя Санду. А? Еще раз. А, по одномандатным спискам я еще не знаю, потому что, когда пойду на участок, там посмотрю, уже, и там это самое, там же нам, по-нашему, как сказать, по-ботанике одни будут, по другим районам другие, поэтому посмотрю, за кого-то. А Ренат Усатый, он что, тоже будет баллотироваться, да? Кто? Ренат Усатый. Ну, его партия. Нет. Ну, я так понял, что его здесь не пускают, а партию-то не сняли, да, она же действует. Да, Ренат Усатый тоже, блин, прикольный чел, сидит в России, бизнес имеет там, а говорит, что он будет независимым политиком в Молдове. По-любому будет зависим от России, потому что там через бизнес его будут контролировать. Если у него бизнес есть, потому что я только слышал о нем то, что бизнес есть, и то, что он сам рассказывал, хотя сам я не знаю. Ну, именно, и сам не видел. Может, он тоже работает на деньги Кремля и делает вид, что там бизнес, не бизнес. Ну, там такой специфический бизнес, что просто так не откроешь. Железное дорожное дело, да, горно-промышленное, я помню. Там просто так, не как. Это же не пирожки там печь или пельмени. Это там надо специально кем-то быть, чтобы там... Да, это образование, и так далее. Ну, не знаю, может быть, что и есть бизнес. Я не знаю, но то, что это сомнительный кандидат Ренат Усатый, который говорит, что вместо посольства Америки сделать дискотеку, то, знаете, в таких случаях нужно слать дискотеку делать. Нет, я буду за Майсанду, за Кум партию голосовать. Они же сделали коалицию, ее либеральная партия, еще одна какая-то демократическая. Еще этот Влад Белецкий, слышали о нем, который унионист? Про кого? Про Филата? Влад Белецкий. А, Белецкий? Не, не слышал. Ну, часто выступает, каждый день на телевидении выступает, он хочет, чтобы он был депутатом-мунионистом в партии. С ней рядом вот этот самый, значит, часто вот этот... Настасия, да? Да, да, так он, по-моему, от ее партии баллотировался в... Я говорил еще с одним тоже жителем Молдовы, с Вадулой Воды, там. Ну, в общем, недалеко от Кишневого, пригород Кишневого. И он тоже голосовал за Анастасию. Я вот за Анастасию вот этот самый, я голосовал, когда вот у нас были премера, выбирали. Да, так вот, 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 про это я имею в виду. Да, и потом вот это там... Нет, такую партию недавно появилась, она соединилась от либеральной партии Майю Санду, в которой Майю Санду была, еще одну, но и партия не помню. Ну, тоже, главное, чтобы не объединялись демократы и социалисты, а это ненормально будет. А что, есть такое возможно разве что? Ну, я не знаю, но надеюсь, нет. Что может быть, да, в политике? Не, ну, социалисты это тоже, я помню. А Додон, кстати, знаете, что говорит? Он играет на, в общем, не нашим и не вашим. Он говорит, что таможенный союз, это хорошо с Россией, там, прибыльно, хотя с Евросоюзом Молдова больше торгует и больше на этом зарабатывает. Но дело не в этом. Дело в том, что, когда его спросили, а когда Молдова будет вступать в Евразийский союз таможенный, то он сказал, ну, это сложный вопрос, пока непонятно, Молдова, у нее, как бы, курс евроинтеграции, но если у нее такой курс, значит, она не может в Евразийский вступить. И поэтому он говорит, что вряд ли будет Евразийский союз, потому что, ну, пока что Молдова идет по евроинтеграции. Это Додон сказал, пророссийский президент. Я просто смотрел как-то вот этот, новости, импорт-экспорт, и с Россией мало уже сейчас. Яблоко недавно раздавили. Мало, да, сейчас? Конечно. Так у Молдова нормально сотрудничает с Румынией, там, по-моему, или 24%, или 40%, я не помню точно. Да, да. Импорта всего идет в Румынии. С Украиной там тоже есть проценты. Потом, ну, понятно, как бы, у нас продаются украинские продукты, у них наши продаются продукты. Потом, ну, в основном, Евросоюз, даже вот Путин говорил, как молдавские вина могут быть в французских ресторанах. А такие есть. В некоторых французских ресторанах есть молдавские вина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok